Остановка Атрон. Как выглядит седьмой автобус, здесь уже забыли. Он перестал ходить в конце прошлой недели. В администрации объяснили ситуацию просто. Автобус на линии остался один, да и тот сломался. Как починят, снова выйдет в рейс. Но даже в лучшие свои дни седьмой автобус дождаться невозможно, говорят рязанцы. Особенно в выходные дни. А Левтина Иванникова именно в субботу и воскресенье навещает родственников и говорит, ждать приходится по часу. Ну вообще автопарк хотя бы поменяли. Был бы уже неплохо, ездил бы быстрее. И тогда, конечно, количество автобусов увеличили бы. Данное направление очень насыщенное. Много народу ездит. Мы приехали на остановку Атрон для того, чтобы выяснить, действительно ли люди не могут дождаться седьмого автобуса. Но пообщавшись с рязанцами, поняли, что проблем с общественным транспортом намного больше. С другими автобусами ситуация похожа. Инвалид второй группы Раиса Кормилицина просто возмущена. Добраться до четвертой больницы женщина не может. Приходится через силу идти пешком. У нас нет ни троллейбуса. Вот на четвертой больнице. Вот стоим и не на что ехать туда. Ни восьмерки, ни тринадцатого, никого. Вот одиннадцатый, одиннадцатый сняли с круиза. Они сократили. Они теперь до театральной только едут. И все. А на чем нам добираться в такой гололед? Такой же путь с препятствиями до поликлиники каждый раз проходит Валентина Петровна. Я вот, например, тринадцатый жду по 40 минут, что поликлиника четвертая. Ноги болят. И восьмерки нет. И тринадцатого нет. И седьмой не вижу совсем. Как ходить не могу, ноги болят. А мне надо только тринадцатый автобус или восьмой. Хоть бы какую маршрутку сделали, она заворачивала туда. Жители города постоянно обращаются за помощью в нашу телекомпанию. И вопрос, связанный с проблемами общественного транспорта, стоит особенно остро. Когда ситуация изменится к лучшему, вопрос риторический. А пока печальная статистика говорит сама за себя.